Заявление экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Два месяца давалось президенту Сорумбай Джейнбекову и Джигурку Кинешу на выполнение требования прекратить беззаконие и вернуть деятельность государственных органов в правовое русло, отправить Кабмин в отставку и создать правительство народного доверия. А если обычные предупреждения о возможности в случае невыполнения этих требований выдвинуть новые, в том числе о парламентских выборах и досрочной законной отставке президента, принимать за план насильственного захвата власти, то по данной статье Уголовного кодекса сейчас в тюрьмах сидели бы как минимум около сотни бывших депутатов Джигурку Кинеша. Даже во времена Бакиева никто не додумывался до такого, куда зашли братья Джейнбековы. Следствие явно шло под давлением Белого дома. Отсюда и его односторонность. Налицо попытка сфабриковать обвинения в насильственном захвате власти, чтобы оправдать свои преступные действия. Позиция следствия открыто публиковалась в материалах Госкомиссии по койтажским событиям и обнародована в Джигурку Кинеше и в других материалах в СМИ. Но практически все независимые юристы подтверждают, что главной причиной массовых беспорядков и гибели заместителя спецназа «Альфа» Усена Ниасбекова оказались необдуманные действия руководства ГКНБ. Оно дало приказ спецназу встретить огнем собирающуюся толпу разгневанных людей и сознательно оставило своих сотрудников на растерзание. Следствие не утруждало себя доказательствами. Так, собственно, голословно говорится о каком-то мифическом плане захвата власти. Но абсолютно никакой информации о том, что же конкретно содержалось в этом плане, какие именно пункты, не говоря уже о том, что никто этого так называемого плана не видел, потому что такого плана просто-напросто не существовало никогда. Далее, в обвинительном заключении говорится о якобы заранее распределенных преступных ролях между сторонниками Атамбаева. И опять, никакой информации и тем более доказательств об этих самых ролях. Лично мне никто из следствия так и не рассказал, какую такую роль придумали следователи для меня или для кого другого из обвиняемых. Если бы Атамбаев хотел сохранить власть, была масса вариантов организовать для него второй президентский срок. Несостоятельны и обвинения в том, что Алмазбек Шаршенович хотел манипулировать Джейнбековым. Неужели экс-президент не имеет права давать советы действующему главе государства и даже критиковать власть как гражданин? Все дело в том, что все это воспринимается на личностном уровне. Думаю, у Сорунбая Джейнбекова не хватило мудрости на тот момент. Он знал и должен был учитывать характер Атамбаева. С момента вступления на должность президента именно Сорунбай Джейнбеков несет ответственность за стабильность в государстве и единство народа.